Присядем, пожалуйста, друзья дорогие, и хочу сказать, что так получается, что сегодня мы отправили в дальнюю дорогу целый ряд людей, которые были у нас какое-то время, жили с нами, общались, некоторые уже долгое время, некоторые более короткое время. Как вы знаете, что у нас работает транспорт на Западную Украину, в Черновцы сегодня уехала группа людей, наверное, около 40 из 4-х наших точек, также там вот кто-то нашел жилье в Днепре, кто-то еще, и вот я думал, наверное, на богослужении вот таком никого не будет. Вот, ну все разъехались, как бы вот нас осталось мало, но вот у нас есть наши гости, которые вновь прибывшие, которые еще какое-то время у нас живут и находятся. Я хочу сказать, что мы рады всех вас приветствовать в нашем доме молитвы. И это вот здание, вот эта церковь, в которой мы находимся, она с самого начала войны открыла двери для тех людей, которые нуждаются в отдыхе, в каком-то расположении, где-то в помощи. И я рад тому, что вот каждый вот брат, сестра, как мы называем это, вот мы верующие называем друг друга братьями и сестрами, вот поддерживают нас служители и благословляют. В этом здании проходит каждый день вечернее общение, с 6 до 7, вот мы встречаемся для того, чтобы просто вот помолиться друг за друга, попеть христианские песни, где-то, может быть, вот поделиться тем, что у нас на сердце из Слова Божьего. И иногда мы говорим свидетельства о том, как Бог ведет нас, как Бог хранит. И вот такие тихие, спокойные минуты, даже не часы времени, мы рады иметь вот такое духовное общение. Почему? Потому что в жизни человека не все сводится только к физическим потребностям. Однозначно и понятно, что люди хотят кушать, и когда человек голоден, ему нужно дать есть. Людям нужны какие-то минимальные комфортные бытовые условия, и это тоже правильно. И это, если у тебя есть чем помочь, помоги тому, у кого нету. Но это еще не все. Это еще не все. В книге «Песни-песни», известная библейская книга, описывается отношение вот в семье, и вот там есть такая фраза. «Лучше блюдо зелени и при нем любовь, нежели откормленный бык». Ну а там ненависть. Человек – это не только творение Божье, которое имеет физические потребности, но также это еще Богом созданное особенное творение, которое имеет бессмертную душу. И просто питая тело, мы не сможем сделать человека счастливым. Человека, как кто-то сказал, в душе у каждого человека есть вот такое отверстие, вот есть такая дыра в форме креста. И вот каждый раз, пока человек постоянно ищет, вот чего-то бывает не хватает. Вот знаете такое выражение? Душа болит. Кто-то слышал такое выражение? Душа болит. Вот не знаю, когда у меня душа болит, у меня слезы капают. У вас тоже? Странно. Причем здесь душа и слезы. Но вот когда душа болит, слезы капают. И вот как вот эту душу успокоить? Какая таблетка есть от болезни души? И я знаю, какая. Это доброе слово утешения. Это когда у тебя болит душа, а рядом есть тот, кто скажет, Слушай, я рядом, я поддержу, не переживай, все будет хорошо, с Божьей помощью пройдем. А если нет такого человека? Мы, христиане, имеем Господа нашего, который незримо присутствует рядом с нами. И когда у нас болит душа, Он успокаивает нас. Он говорит нам нужны добрые слова. Он напоминает нам то, что мы читали в Библии. Он заверяет нас в том, что Он на Своем месте. Он не пропал, Он не исчез. Лекарство от души, которое болит от боли души, это Слово Божье. На наших столиках и здесь, и внизу есть различная литература. И там одна из книг, кажется, так и называется, Средство от больной души. Как называется такая глубенькая книжечка? Вот что, как? Скорая помощь для души. Вот так и называется. Я советую эту книжечку взять. И если болит душа, вот открывать ее и читать. Там тексты Священного Писания, и там вот какие-то комментарии, добрые советы. Скорая помощь для души. Поэтому, когда мы собираемся вот на такие вечерние общения, то это вот для души, не для тела. Для тела будет ужин после нашего общения. Для тела будет мягкая постель, чистое белье, возможность принять душ, возможность где-то отдохнуть, возможность дышать свежим воздухом, не прятаться от бомбежек и так далее и тому подобное. Это для тела, а вот для души, вот эти тихие минуты духовного общения. Мы советуем каждому из вас. Кстати, у нас, кажется, продлился, уменьшился еще раз комендантский час. С 23 начинается сейчас. Проверьте, пожалуйста, до конца служения. Скажите, кто соображает в этой теме. Но, насколько я знаю, что сегодня было как-то с 8 часов, потом с 9, потом с 10. Если сейчас с 11, то вообще красота. То есть мы радуемся этому. Но вот перед сном, перед тем, как ложится спать, тоже помолитесь, скажите Господу, спасибо за день, за дорогу. Помолитесь о том, чтобы Он благословил эту ночь, сохранил эту ночь. В тишине и безопасности. Поэтому, дорогие мои, цените время вот таких тихих общений с Богом. Мы никого не заставляем, бывает на них. Но мы приглашаем. Приглашаем. Люди, приходите. Здесь точно вреда не получится. А средство от боли души. Это Слово Божье. Это утешение из Слова Божьего. И вот еще одна такая заметочка. Не знаю, правда или нет, сразу подчеркиваю. Читал в интернете, но из разных источников. Что когда человек плачет, когда у него болит душа, и когда у человека льются слезы, когда, допустим, лук в глаза попал, то химический состав слезы, когда болит душа, радикально отличается от химического состава слезы, состава слезы, когда просто лук или там радость какая-то. Говорят, ученые провели анализ и отметили, что когда человек плачет от горя, у него вытекает в слезе много шлаков, всевозможных примесей, мусор вытекает из тела. Вот всякое, все, что плохое, вот оно вытекает, и следы такие остаются на щеках. Человек плачет, душа болит, и тело очищается от всякой грязи. Знаете, друзья мои, есть слеза, или слезы, которые ценятся выше всего на свете. Это слеза раскаяния. Когда человек понимает, что он согрешил, что он грешен перед Богом, когда человек понимает, что Бог свят, а он, человек, огорчал Бога своими поступками, и он становится на колени в молитве раскаяния, и с его глаз капают слезы. Цена вот этих слез велика. Это цена слез раскаяния. В ответ Господь дает прощение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова